Вдоль берега шумного моря шел солдат Азбуки Веди. У него была основная руководящая мысль про орехи. Он шел, шептал песню, был вечер. Солдат Азбуки Веди, подходя к жалкому, неосвященному рыбаками, живущими в нем рыбачьему домику, в котором жили рыбаки, в том случае, когда они не находились в плавании, в шумном черном Каспийском, по существу даже Средиземном, или что то же самое Адриатическом море, находились на берегу, то тогда они жили в нем. Их рыбаков было пять человек. Они пристально ели суп с рыбой. Их звали Андрей, Бандрей, Бендрей, Гандрей и Кудедрей. У них у всех были дочери, их звали Ляля, Таля, Баля, Каля и Саля. Они все вышли замуж. Был вечер. Солдат Азбуки Веди не зашел в дом к этим огородникам. Он не постучал к ним в дом. Он шел, погруженный в свою мысль, основную им руководящую мысль об орехах. Солдат Азбуки Веди не заметил их рыбачьего дома. Ни их сетей, ни их снастей, ни их дочерей, ни их супа. Хотя он и продрог, и все равно надвигалась ночь, но он прошел мимо. Настолько он был охвачен своей основной руководящей мыслью об орехах. Был вечер. Азбуки Веди шел. Почти бежал и говорил ореховую песню. Представим себе, то есть мысленно услышим эту песню. Следует ли из того, что песня названа ореховой, что в ней должны рисоваться орехи? Да, в данном случае следует. Далеко не всегда это бывает так, но в данном случае следует. Вот она эта песня. Солдат Азбуки Веди пел о разнице скорлуп грецкого и американского ореха. Вот что он пел. Мне грецкий нравится орех, здесь в нем есть. Есть скорлупа прекрасна, но мысли о ней напрасны. Есть у американского ореха цвет. Может быть, этот цвет ему, брат, но где начинается его рассвет? Не сказать никому, ни вперед, ни назад. Откуда эта разница берется? Кто знает, тот дерется. Вот и все, что я мог. И спел об их скорлупе, кончающейся на L. Тут как бы в ответ на эту песню вспыхнуло освещенное свечой ранее неосвещенное окно потухшего совсем навсегда рыбацкого домика. Рыбак Андрей Бандрей Бендрей и Гандрей постучал в окно и крикнул солдату Азбуки Веди. Ротный командир, любишь ли ты мир? А рыбак Удедрей самостоятельно варил и продолжал есть свой рыбацкий суп. Был вечер, хотя и надвигалась ночь. Но что мог ответить Азбуки Веди, когда он не слышал вопроса? Он был уже далеко от них. И тогда он внезапно, но не неожиданно превратился в отца. И сразу спел новую песню. Отец спел. Мать слушала. Отец спел. Отец спел. А мать слушала. Отец спел. Отец спел, а и мать слушала. И мать слушала. И что же она слушала? Что же она слушала? Субтитры сделал DimaTorzok